Дома офицеров Каспийской флотилии В России отмечают День Героев Отечества Эта памятная дата была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года В пояснительной записке к документу говорилось следующее Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев Советского Союза Героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы 21 февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации А 28 февраля 2007 года ее утвердил президент Российской Федерации В 1917 году в России в День памяти Святого Георгия отмечался праздник георгиевских кавалеров Еще в 1769 году Российская императрица Екатерина II учредила императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, высшую воинскую награду империи Этим орденом награждались военные, проявившие в бою отвагу, доблесть и смелость Орден имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей После революции 1917 года праздник отменили и упразднили сам орден как государственную награду Лишь в 2000 году указом президента Российской Федерации об утверждении статуса ордена Святого Георгия Ордену был возвращен его статус, статус государственной военной награды, теперь и Российской Федерации Первым Георгиевским кавалером в Российской Федерации стал генерал-полковник Сергей Макаров В СССР высокой степенью отличия являлось звание Героя Советского Союза, учрежденное в апреле 1934 года Первыми такого звания были удостоены летчики Водопьянов, Доронин, Каманин, Ливаневский, Ляпидевский, Молоков и Слепнев Спасши в Чукотском море членом арктической экспедиции и экипаж педакола Челюскин За все время существования Советского Союза звания Героя Советского Союза были удостоены 12 772 человека Последним героем страны, прекративший свое существование в декабре 1991 года, стал капитан третьего ранга Анатолий Солодков Который в ходе научных экспериментов совершил погружение на глубину 120 метров Это был новый рекорд С 1992 года одной из главных государственных наград является звание Героя Российской Федерации Первым удостойным званием Героя Российской Федерации стал генерал-майор авиации Суамбек Асканов При выполнении им летного задания на самолете МиГ-29 произошел отказ аппаратуры И генерал Асканов ценой своей жизни предотвратил падение самолета на поселок Форостянка Липецкой области Высокое звание ему было присвоено 11 апреля 1992 года посмертно В настоящее время в борьбе с террористическими группировками на территории Сирии принимают участие российские военные Некоторым из них за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации Вадим Владимирович Байкулов, полковник, офицер Генерального штаба Олег Анатольевич Пешков, посмертно, подполковник, командир экипажа самолета Су-24 Прохоренко Александр Александрович, посмертно, старший лейтенант, водянослужащий сил специальных операций ВС России Александр Прохоренко, вызвав огонь авиации на себя, стал не только российским, но и по-настоящему международным героем Семья Александра говорит о том, что из самых разных стран мира и сегодня продолжают приходить соболезнования в связи с утратой парня Мужество которого достойно уважения Александр Прохоренко является одним из символов героической борьбы с международным терроризмом Ежегодно в декабре в Георгиевском зале Кремля проходит торжественный прием, на который приглашаются герои Советского Союза, герои Российской Федерации Полные кавалеры Ордена Славы и кавалеры Ордена Святого Георгия Члены правительства Российской Федерации, члены Совета Федерации и Госдумы А также представители общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства Прием проводится президентом России, верховным главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации Праздник широко отмечается по всей стране при активном содействии различных общественных организаций, включая военно-патриотические клубы Имена героев на вечном хранении в документах архивов, в справочниках, энциклопедиях, фотоальбомах Они на мраморе памятников, в страницах воспоминаний, в музейных экспозициях Но героическая эстафета всегда передавалась от поколения к поколению Встаньте, люди, для почести встаньте, не забыть нам героев страны Души их в поднебесном десанте и поныне России верны Звездочка героя Двадцать с лишним граммов Сердце золотое Пять лучей двугранных Звездочка героя Подвиг наших дней Вечное, святое Родины моей Медаль героя России Святая высшая права Медаль героя России Звезда, омытая кровью По имя правды и чести По имя мира и жизни Медаль героя России Звезда во славу отчизны Медаль героя России Звезда во славу отчизны Там, где грохот боя Там, где ложь и подлость Там встают герои Их бессмертен подвиг Там встает отвага Мужество и честь Преданность и правда Лучшее, что есть Медаль героя России Звезда во славу отчизны Медаль героя России Звезда, омытая кровью По имя правды и чести По имя мира и жизни Медаль героя России Звезда во славу отчизны Медаль героя России Звезда во славу отчизны Не за блеск монеты Не за звон награды Подвиг совершают Потому что надо Надо встать кому-то У смерти на пути Надо ведь кому-то Родину спасти Медаль героя России Такая высшая проба Медаль героя России Звезда, омытая кровью По имя правды и чести По имя мира и жизни Медаль героя России Звезда во славу отчизны Медаль героя России Медаль героя России Звезда во славу отчизны Медаль героя России Звезда во славу отчизны Медаль героя России Медаль героя России